Сёрфер Самука находит неподалёку от Сан-Паулу огромную ледяную глыбу, в которой видит силуэты вмороженных в неё людей. Особенно его поражает красота одной из девушек. Он делает всё, чтобы спасти её, хотя не верит в такую возможность. Но чудо происходит, и оказывается, что красавица прибыла в настоящее из далёкого прошлого. Итак, они были найдены в дрейфующие иглы в льда, да? 1886 год. Сан-Паулу. Семья Машаду владеет обширными землями, где добываются золото и руда. Глава семейства Дон Машаду – успешный инвестор и влиятельный человек. Он готовится к семейному празднику, посвящённому выходу в свет его любимой дочери – Мароккос, после которого она обязательно выйдет замуж и родит, наконец, мальчика, наследника его империи. Но в данный момент Мароккос позирует для своего портрета иностранному художнику, за чем бдительно следит её мать. Вошедший отец недоволен долгой работой мастера. К тому же он запросил слишком большую на взгляд мужчины сумму. Но тут Мароккос вызывают для подготовки к предстоящему балу. К тому же в комнату вбегают её младшие сестрёнки. Пользуясь суматохой, Мароккос сбегает. Вместе со своей служанкой Амазио они идут к реке. Сеньора изволит купаться и загорать, что осуждает служанка. Вдруг кожа хозяйки станет тёмной, как у неё. Девушка смеётся над Амазио. Какая разница, какого цвета кожи у человека? Она уверена, что в будущем все будут равны. И вообще всё будет совсем не так. Служанка напоминает, что на бал должен приехать сам король, Дон Педро. Поэтому девушка должна готовиться, чтобы поразить всех своей воспитанностью и красотой. Но Мароккос вовсе не уверена, что он приедет на этот праздник. А в этой глуши девушка никогда не выйдет замуж. Тут они слышат посвист и прячутся, чтобы посмотреть, кто это. На берег выходят компании молодых людей, которые тоже решили искупаться в живописном месте. Один из них находит обронённый девушкой подъюбник и показывает его товарищу. А в это время помощник Дона Машада учит его королевскому протоколу, когда хозяину сообщают, что во дворе увязла корова. Мужчина немедленно бежит во двор и помогает слуге вытащить животное. Между тем Мароккос и Амазио подглядывают за купающимися парнями, когда один из них подкрадывается к ним и пугает девушек. Дочь хозяина пугает парня гневом своего отца, но тот, нисколько не испугавшись, представляется. Поэт Бенто Ди Каста Домингос. Тем временем Дон Машаду, вытолкав корову, отправляется на реку, чтобы вымыть руки. И к своему ужасу видит на берегу полуголую дочь перед молодым мужчиной, который ведёт себя вызывающе. Отец бросается в драку, и парень ретируется. Возмущённый Дон Машаду в сопровождении дочери и служанки торопится к дому и приказывает помощнику принести ему ружьё, так как намерен убить наглеца, хотя Мароккос утверждает, что была оскорблена не настолько сильно. Вооружившись, Дон мчится к реке, по берегу которой уже удирают незадачливый кавалер и его друзья. Отец стреляет и попадает парню в мягкое место, уверенный, что убил Нахала. Амазио тут же докладывает сеньоре об этом, и девушка спешит к отцу. Она в ужасе от случившегося, но Дон Машаду уверяет, что часть семьи спасена и отмыта кровью. А в это время доктор удаляет пулю из пострадавшего органа, уверяя, что молодой человек проживёт до 100 лет. Но самое страшное состоит не в этом. Друг парня уверяет, что когда Дон Машаду узнает, что обидчик остался в живых, он обязательно довершит дело. Бенто решается на единственный выход – притворяется убитым. Вечером к его гробу приходит Марокас и, прощаясь, целует парня, что видит её отец, отправившийся за дочерью. Девушка оправдывается тем, что чувствовала себя виноватой. Один из друзей заводит прощальную речь, когда свеча в руке покойника догорает и поджигает одежду. Бенто кричит и пытается потушить себя, а остальные в ужасе разбегаются. На фоне пылающего дома Дон Машаду клянётся, что убьёт обманщика, когда рядом появляются две известные сплетницы, что приводят Машаду в иныние. Вот теперь об их позоре будут знать все. В этот момент Дону Машаду сообщают, что соблазнитель и его друзья арестованы за обман власти, и отец спешит в тюрьму. Он бросается на парня, когда его останавливает адвокат. Если он его убьёт, честь дочери окончательно погибнет. И тогда Дон Машаду принимает решение – Марокос станет вдовой. Потому что он самолично убьёт наглеца после того, как он женится на его дочери. Узнав о планах отца, Марокос категорически отказывается выходить замуж. Отец настаивает. И вот пара стоит у алтаря. На вопрос, берёт ли он в жёны Марокос, Бенто отвечает согласием, а вот девушка неожиданно для всех отвечает «нет». Отцу она объясняет своё решение отсутствием любви, что совершенно непонятно мужчине. Но Марокос напоминает, что времена изменились. Скоро отменят рабство, и люди будут жить по-другому. Он учил её математике, стрельбе и плаванию. А главное – всегда оставаться самой собой. Так почему теперь он заставляет её изменить себе? Он же сам её вырастил такой. После громкого скандала семья решает на время уехать из страны и переждать разогревшийся скандал подальше от дома. Тем более хозяину нужно осмотреть купленные недавно земли в Англии. Отец везёт её в семью на принадлежавший ему лайнер Альбатрос. Они осматривают корабль и приходят к выводу, что он красив и очень надёжен. Для Машаду приготовлены лучшие каюты и омрачает путешествие только известие о том, что король отменил свой визит и не отвечает на послание Дона. А Марокас узнаёт, что в угоду Дону Машаду маршрут проляжет мимо берегов Патагонии. Раздаётся прощальный гудок, и корабль выходит в море. Марокас находит отца на палубе и просит у него прощения. Она ведь знала, насколько для него был важен визит императора. Но отец успокаивает дочь. Он купил верфи на другом конце Атлантики и намерен осмотреть их, только и всего. Но Марокас понимает, что всё это он делает, чтобы сберечь её от скандала. Хотя отец уверяет, что везёт их в познавательное путешествие, а не бежит от позора. Вечером капитан приглашает семью на ужин, когда корабль входит в ледяные поля у берегов Патагонии. И тут Дон Машаду узнаёт в официанте бедолагу Бента, который тоже решил уехать из страны после позорной женитьбы в надежде забыть Марокас. Мужчины хватает парня, собираясь вытрясти из него душу, но тут корабль вдруг сбивается с курса и сталкивается с огромным айсбергом. Корабль терпит крушение. Начинается паника. Люди молятся о спасении, которого, видимо, не предвидится. Проходят годы. В 2018 году молодой серфингист Самука выходит в море в районе Сан-Паулу. Он наслаждается прекрасной погодой и спокойным морем, когда видит впереди огромную ледяную гору, принесённую тёплым течением к берегам Бразилии. Парень плывёт к необычному явлению. Туда же спешат спасатели на вертолёте и гидроциклах. Но Самука добирается до горы первым и с изумлением видит во льду вмерзших в глыбу людей. Первой, кого замечает Самука, оказывается Марокас, и молодого человека поражает её красота. Тут лёд начинает крошиться. Парень теряет свою доску и замечает, что девушка освободилась из ледяного плена и погружается на дно. Самука ныряет за ней и вытаскивает на поверхность. Течение относит их от этого места, а у парня нет сил бороться с ним. Пару выносит на Красный остров, где на пляже Самука делает искусственное дыхание, поразившая его красавица, и девушку вдруг оживает. Она пугается незнакомого парня, к тому же практически обнажённого. Марокас не понимает странного слова «сёрфер». И поднимает крик, на который прибегает пара местных жителей – Мона и Марино. В это время остальных замороженных вывозят на берег, где морская полиция решает, что с ними делать. В конце концов, военные вызывают вертолёты, чтобы перевезти уникальных людей в Сан-Паулу. Между тем, на берег приезжают друг Самуки Элмо и его девушка Беттина, которая обеспокоена исчезновением парня. Через два часа у него встреча в Сан-Паулу, а он неизвестно куда делся. Тем временем Самука объясняет паре, что он спас девушке жизнь, а вовсе не замышлял ничего плохого. Марокас обвиняет его в разврате, ведь он голый, но Марина начинает выспрашивать, что случилось, и Марокас вспоминает, что вся его семья утонула вместе с кораблём Альбатрос. Женщина замечает, что Марокас вся дрожит от холода и ведёт пару к себе домой, где поит девушку горячим чаем и укладывает в постель. Марина удивлён расстоянием, которое Самука проплыл с бессознательной девушкой на руках, но тот признаётся, что он профессиональный спортсмен. Марокас рассказывает, что Альбатрос утонул у берегов Патагонии, но Марина говорит, что это очень далеко отсюда. Между тем, остальных замороженных привозят в Криолабораторию и укладывают в отдельные кислородные камеры, чтобы постепенно вернуть их к жизни. Военные не знают, что сообщить прессе, но доктор тоже никогда не сталкивалась с таким явлением. 11 человек и собака, вмёрзшие в лёд, приплывшие бог знает откуда. В это время хозяйка дома на острове даёт Самуке одежду мужа. И вдруг узнаёт парня. Он не только известный спортсмен, но и успешный бизнесмен и владелец предприятия по переработке, борец за чистоту окружающей среды и местная знаменитость. К сожалению, в доме нет телефона, и Самука не может связаться с близкими. Тем временем друзья Самуки принимают решение о масштабных поисках, но главное сообщить матери парня Кармен о случившемся. Тем более, что женщина в этот момент ждёт сына для встречи с влиятельным инвестором, который уже рассержен его опозданием. Услышав о произошедшем, женщина мчится на берег. Элму в это время на арендованном катере осматривает ближайшие воды, ведь его товарищ не мог утонуть. А тот спорит с хозяевами дома, доказывая, что девушка действительно была заморожена, и настаивает на том, чтобы отвезти Марокас в больницу. И тут выясняется, что та давно сбежала. Бедная девушка бегает по берегу и зовёт своих родных, а потом начинается дождь, и она бредёт по дороге, оплакивая семью. Но тут её нагоняет машина, из которой выходит женщина в форме, и это так поражает Марокас, что она теряет сознание. Появившийся Самука просит помочь доставить её в больницу. Катер Элма продолжает барражировать вблизи островов, когда он видит лодку со своим другом. Он пытается отблагодарить Марину, но тот отказывается от денег. Самука рассказывает о произошедшем другу, но тот не верит в такую возможность, хотя у девушки явная гипотермия. Марокас на вертолёте отправляют в Сан-Паулу, Самука летит с ней, а Элму рассказывает об этом Кармен и Беттине. Наконец Марокас попадает в руки врачей. Туда же приезжают мать и подруга Самуки, но он не может сказать ничего нового. А в это время в крио-лаборатории начинают разыскивать пропавшую девушку, ведь её жизнь в опасности, если неправильно разморозить её. Беттина и Кармен напоминают о сорвавшемся совещании, но Самука не может думать ни о чём другом, кроме Марокас. Врач говорит, что она в коме, но её жизнь вне опасности. Беттина едет вместе с Самукой и в душе натыкается на Элму, который живёт у друга. Женщина очень недовольна этим фактом и советует ему найти наконец своё жильё, ведь они скоро поженятся. Самука успокаивает подругу, но попав в кровать, сразу засыпает. Беттине приходится прилечь рядом и тоже погрузиться в сон. В это время Марину отправляется на ночную рыбалку и находит на дне ожерелье, которое приносит Мане. Она удивлена. Изделия грубые, но в то же время деликатные. И похоже, золотое. Она сегодня уже молилась за Марокас, хотя у неё странное платье и нет ни одной пломбы в зубах. Ночью Самука просыпается и тихонько уезжает в больницу, где называет себя родственником Марокас. Ему разрешают остаться, а он не может наглядеться на свою красавицу. В это время к Элму приходит его подруга, работница военной полиции, пока проснувшаяся Беттина идёт искать Самуку. Красивый, яркий, сказочный сериал из солнечной Бразилии, все ляпы которого покрываются фантастическим сюжетом, красотой актёров и силой любви. А к тому же фильм топит за вечные ценности, семью, честь и благородство и заставляет взглянуть на цивилизацию и современное общество по-новому. Субтитры создавал DimaTorzok